Здравствуйте друзья. Для меня всегда особенно интересно знакомиться с разработками энтузиастов умного дома. И тема этого обзора будет как раз про такое устройство. Мы с вами рассмотрим актуатор, то есть исполнительный механизм, который физически воздействует на управляемый объект. Где в качестве такого объекта выступает окно с возможностью установки в режим проветривания. Герой этого обзора это детище молодого стартапа умное окно. В нем используются как фабричные изделия, платы управления, двигатель, так и DIY, корпус, тяги и конечно прошивка. На сегодняшний день это уже полностью готовое к использованию решение, но при этом авторы не останавливаются на достигнутом, продолжая постоянно совершенствовать продукт. Поставка осуществляется во все страны, куда возможно в принципе доставить почтой России. Например с доставкой в Киев никаких проблем не возникло. Все тщательно упаковано и доехало в полной целости и сохранности. Хочу отметить, что даже процесс упаковки дорабатывается. В ближайшем времени, я имею ввиду от даты этого обзора, все элементы системы будут упаковываться в специальные вырезанные для них лазером ниши в пенопласте. Мне на тест попал полный комплект системы умное окно. Хочу сказать, что на данном этапе существует только версия с стационарным питанием, то есть необходима проводка кабеля питания. Под словом полный, я подразумевал то, что в него входит внешний датчик температуры и влажности, который позволяет использовать систему в автономном режиме, без привязок к внешним системам управления. Датчик выполнен в виде обычной вилки для евророзетки, он шлет данные о температуре и влажности на актуатор. Но если планируется использовать умное окно в связке например с Home Assistant, то необходимости в этом сенсоре нет. Тяга состоит из двух соединенных между собой частей. Это тот самый рычаг, который и управляет открытием и закрытием окна. Как и корпус двигателя, эта часть выполнена методом 3D печати и хотя это не фабричное производство, качество изготовления не уступает заводскому. В комплекте имеется и разъем для подключения к блоку питания и весь необходимый крепеж даже с запасом. Дополнительно на плечи пользователя ложится только кабель и его проводка по окну. Блок питания, рассчитанный на выходное напряжение 12В и ток до 1А также имеется в комплекте. Это основная часть устройства. Внутри распечатанного на 3D принтере корпуса белого цвета, находится двигатель и вся логическая часть. Сбоку находятся две кнопки ручного управления. С другой стороны находится вал двигателя и вывод кабеля питания. В этом обзоре я не буду касаться вопрос о проводке питания по окну, так как там есть несколько вариантов решения, например внутри полой рамы окна. Я планирую, как будет свободное время, попробовать аккуратно проложить узкий короб по краю окна. Что касается установки привода, то тут тоже есть выбор. На задней крышке уже есть отверстие, которое позволит установить его вместо штатной ручки, но это приведет к невозможности ручного открытия. Оптимально ставить его в верхней части окна, тут кстати будет нужно меньше усилия для открытия. Я закрепил на двусторонний монтажный скотч, который, по крайней мере пока, отлично справляется со своей задачей. Можно использовать и саморезы и клей, кому как больше нравится. При подключении питания обязательно соблюдайте полярность. Сквозь корпус устройства виден сигнальный светодиод. В зависимости от того в каком состоянии находится привод или какая операция сейчас выполняется, меняется и его цвет. Ручное управление и шум двигателя. После подачи питания привод переходит в режим точки доступа. Сеть так и называется привод и далее идет уникальный код устройства. Пароль для подключения к сети 12345678. После подключения необходимо перейти на страницу авторизации. На ней нужно указать название и пароль своей домашней Wi-Fi сети. Есть два режима подключения, с указанием фиксированного IP адреса и автоматической выдачей IP адреса роутером. Далее привод перезагрузится и подключится к домашней сети. Если выбран режим DHCP, смотрим какой адрес присвоен роутером. Устройство имеет название, которое состоит из слова ESP и кода устройства. Перейдя по этому адресу, попадаем на страницу управления приводом. Тут указано состояние окна, открыто или закрыто, либо процент открытия. Установка автоматического режима проветривания, желаемая температура, включение режима проветривания на заданное время и ручное открытие и закрытие. Устройство имеет довольно много настроек. Кроме названия сетевого имени, можно регулировать скорость двигателя. Фактический процент открытия и закрытия окна. Процент усилия, чем ниже тем меньше изнашивается двигатель. Время включения авторежима, яркость светодиода и тут же находится код устройства. Управление по Wi-Fi. В расширенных настройках есть возможность указать параметры подключения к внешнему MQTT серверу. Все уже догадались как привод будет интегрироваться с Home Assistant. Еще ниже есть возможность настройки коэффициентов пит контроллера. Это параметры, определяющие работу авторежима. Чувствительность на изменения, скорость реагирования, амплитуда движения окна. На момент тестирования для Home Assistant устройство необходимо вручную прописывать в конфиге. Но идет работа над понятным для Discovery режима формата. Подключим внешний сенсор температуры и влажности. Методика такая же. Ищем появившуюся сеть со словом сенсор и подключаемся к ней используя пароль с одного по восемь. Далее переходим на страницу авторизации. Тут указываем параметры для подключения к домашнему Wi-Fi. Указываем свой или автоматическую выдачу адреса роутера. Для перевода в режим настроек сенсор необходимо дважды включить и выключить из сети, методика описана в инструкции. Кстати возможно что это будет тоже доработано и реализовано в виде кнопки. Для сенсора нужна только одна настройка, это уникальный код привода, который берется из его настроек. После перезагрузки сенсор раз в две минуты будет слать на него измеренные параметры температуры и влажности. Внешний сенсор включенный в одну из розеток удлинителя Орико. После этого под целевой температурой будут отображаться данные полученные с датчика. Логика привода в авторежиме будет самостоятельно регулировать положение окна в зависимости от этих параметров и настроек пит коэффициента. Но в случае использования привода совместно с Home Assistant или другой системы умного дома, наличие этого сенсора не обязательно. После установки на окно, нужно вручную найти крайнее положение, это зависит от окна и места установки. В моем случае максимальное открытие достигалось на 90 процентов, это значение я и указал в поле открыто. И закрытие при положении в 15 процентов, это значение я указал в поле закрыто. Теперь при команде открытия и закрытия актуатор будет останавливаться на этих значениях 15 и 90 процентов. Вот так выглядит его работа в установленном состоянии. เข На момент выхода обзора для добавления актуатора в систему Home Assistant необходимо прописать его вручную по шаблону, который копируется из подсказки в его настройках. Но еще раз уточню, уже сейчас ведется работа, направленная на то, чтобы устройство обнаруживалось интеграцией MQTT автоматически. Здесь нужно продублировать те же значения минимума и максимума, которые мы определили и установили в веб-интерфейсе привода. Соответственно этих положений и будет достигать привод при открытии и закрытии окна. Вручную можно выбрать и любое из промежуточных значений открытия. Вариантов автоматизации тут можно придумать множество, связав с любыми сенсорами, трекерами, условиями и прочими объектами Home Assistant. В качестве примера приведу простую автоматизацию, завязанную на показаниях датчика CO2. В случае если показания CO2 превысят значение в 900 ppm, температура за окном будет ниже 5 градусов Цельсия, если окно закрытым, приводу будет отдана команда на неполное открытие до положения в 40 процентов. Что-то вроде зимнего проветривания. На практике, в моем случае это выглядит так. Следующее в автоматизации условие аналогично первому, но при температуре за окном выше 5 градусов Цельсия. В этом случае окно будет открыто полностью. И последнее в этой автоматизации условие будет отрабатываться, если значение CO2 станет ниже 600 ppm. Тогда, при условии что окно в этот момент открыто, приводу будет отдана команда на закрытие. Еще раз повторюсь, это лишь простой пример, на практике эта автоматизация будет намного сложнее. Я хочу учитывать больше параметров, в частности не закрывать окно если на улице не холодно. Связать этот кейс с автоматизацией по увлажнению и отоплению. Думаю что через какое-то время сделаю отдельный урок по этой теме. Актуатор позволяет автоматизировать очень важный кейс, проветривание помещения. И на сегодняшний день фабричных аналогов не считая пары вариантов цепных приводов я не встречал. Конечно все можно решить и при помощи установки системы приточной вентиляции, но она в отличии от рассматриваемого решения, не всегда имеет техническую возможность для установки, да и по цене существенно дороже. От себя хочу пожелать стартапу умное окно дальнейшего успешного развития их продукта. На этом все, если у вас остались вопросы задавайте их в комментариях, если видео было вам полезным и интересным ставьте лайки, а для того чтобы не пропускать новые выпуски подписывайтесь на мой канал. Также напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также купоны и акции на товары умного дома вы можете прочитать в моем телеграм канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова